Ведущий инопрофит, приветствую тебя! Привет, друзья, там, господа, рад вас всех видеть. Лайки, подписчики, колокольчики, нажимаем, нажимаем, прожимаем. Начинаем сегодня. 1 февраля, давайте смотреть, что у нас по битку и криптовалютам. В общем, в целом, у нас тут раз, два, три касания. Четвертый был ложный пробой, провокационный. Тут даже я выкладывал в телеканал шортик небольшой брал. Его полностью зафиксировал. Дальше, очень интересно. Не хотелось бы брать сделки перед заседанием ФРС. Там будут в обе стороны очень сильно вкидывать волатильность. Единственный вариант, ну, можно откуда-то отсюда нормально пошортить будет. Ну, ХЗ пока. Не хотелось бы реально каких-то сделочек перед ФРС брать. Поэтому пока так. Глобально, среднесрочно, ну, тут вряд ли зажим. Можно, конечно, за грехом пополам можно тянуть, типа, раз, два, три. Но я не люблю, когда вот под зажимом закрывается много баров таких вот. Поэтому я не буду считать это за зажим. Я так хочу. Ну, в общем, в целом, важный уровень 24 тысячи держим. Если, конечно, его не выдержим, там, лететь вообще намного, в нашем случае, выше. Вот. А вот про Рубасу, например, если посмотреть. Напоминаю, в прошлый раз все говорило за то, что выход из зажима будет. В нашем случае вверх. Да. Точнее, нет. Много было шартовых моментов. И там, и лимитки, и ратио, и еще что-то там. Но именно зажим на Рубасике, который подтвердился не на одной бирже, а на нескольких. На Эксмо еще. Ну, неважно. Тут нам раз зажим, два, три. И вот этот вот пин-бар был на всех биржах. Ну, не на всех, на многих. Поэтому подтверждает, что четвертый зажим будет, выход из зажима будет true. Вот мы и случилось. Тут на миллион семьсот пятьдесят отъехали. Хотя, вот тут, ну, в рамках ценового диапазона, как бы, даже и четырнадцать процентов по Рубасику-то сделать можем. В общем, как-то так. В середине рейнджа пока не планирую ничего брать. Опять же, цена идет рваным способом. В том плане, что... Лой. Хотя, вот тут перелой не было. Поэтому... Поэтому пока тут ничего интересного. Ну, ладно, да, подождем. Давайте почитаем комментарии интересные. Все, все, ждем эпидетическую диссертацию по зажимным скамам. Блин, ее писать надо. Я написал... Сколько там страничек, я уж не помню. Надо еще в два раза больше, короче, писать. Предгемпер, хотел сказать, что ты один из... Единственных, кто не продает курсы. И не варится на подписчика единственное, кто выбрал нелегкий путь. Ха, это пока что. Очень сильно верю, что ты не подашь искушения. Я бы не верил. И что ты станешь каким-нибудь Баффетом. Благодарю за прогноз. 31 января. Привет, спасибо за прогноз. Какая, по твоему мнению, в этом году будет максимальная цена битка, минимальная цена? Так, просто на вскидку. Ну, блин, знаешь, это неблагодарное дело. Прогнозировать лой хай. Как бы лой-то я уже спрогнозировал. Ну, прям почти попал. Там, с недельной только. На недельку ошибся, если по тому прогнозу, который я несколько месяцев назад делал. Вот, если по тому прогнозу, который я делал полтора-два месяца назад, но, в принципе, мы туда и пришли по лаю. Ну, суть, короче, в том, что ты можешь предполагать, конечно, какая цена лой хай будет, но во времени это может быть намного растянут. Тут просто как-то фортанул, что получилось. Но это пока что, опять же, не факт, что это все так быстро закончится. Вот, поэтому... Ну, так, если пальцем в небо, лой, ниже 10 тысяч, хай. Я думаю, что либо сейчас хай, либо 30 тысяч пока максимум, что я вижу в этом году. Ну, это, опять же, на скидку вилами на воде. Привет, при разгоне депо, ты используешь большие плечи. Я использую кросс в основном. Я использую плечо от 3 до 10. Когда я начинаю использовать 15-20, только хуже. Поэтому от 3 до 10 желательно плечо. Спасибо за видос. И причем, когда при разгоне, если ты берешь к кроссу выше 10-го плеча, там уже стоп. Ну, уже не такой приятный, можно выставить. Поэтому десятка самое то. Так, спасибо за видос. Заседание завтра. Только на часе зажим работает. Он работает. Чем больше тайминг, тем лучше отрабатывает. Чем меньше тайминг, тем более провокаций намного больше. Гэмбриор, у меня появилась интересная теория, что слабый рост до 69к и спуск на максимум 17-го года. Это все одна большая зона накопления в таком широком диапазоне. Настоящий буллран будет впереди. Я вообще-то об этом говорил, только не до 17 тысяч. Еще раз, смотрите, я считаю, что... Блин, где-то побольше график там. Вот это вот все, вот это все, это большое накопление. Вот это вся тема, это большое накопление. И мы спустимся на 10 тысяч, как мы это сделали в рамках предыдущего накопления, если можно сказать. Ну, то есть, если можно так назвать. То есть, накопили, 4 тысячи пошли вверх, протестировали, буллран. То же самое тут. Вот это все накопление, его протестировали, пошли вверх, буллран. Ну, короче, вот. Чипа того. То есть, объемы переливались, перелились ниже, их протестировали, пошли выше. Здесь то же самое, но тут объемов переливов не было. Даже, например, если сделаем объемы, перельем. Точнее, вот, с текущей, с текущей хвая. Вот, переливались, переливались. Здесь вот перелились, нужен тест. Тест, либо перелив ждать. Ну, по-нормальному тест. Тест этих объемов на 16500. Я думаю, что еще один шаг вниз сделают. Может, это, конечно, все, что и было, но я думаю, что еще один шаг сделают. Еще один перелив объемов будет. Потестируем мы еще и предыдущие объемы 9 часов. Ну, короче. Не знаю, я уже полгода об этом говорю. Уже просто чуть ли не из-за дня в день. And interesting about the global economy. I like your sentiments. Statements. Приветствую, гамблер. Благодарю за обзор. Чувствую, что затронул тему США. Ты открыл какой-то ящик Пандоры. Поднесу свои две копейки. Надо понимать, что мы говорим о вещах в крайнем масштабе. Ну, кстати, насчет ящика Пандоры, конечно, тема США. Ничто так неинтересно в российской глубинке в Барнауле, как тема США. Ну, ладно, давай, посмотрим. Внесу свои две копейки. Надо понимать, что мы говорим о вещах в крайнем масштабе. Всей полноты картины у нас все равно никогда не будет. Но мои мысли ввертятся вокруг того, что постепенно начинают вылезать минусы коллективной глобальной экономической системы, где все другом связано. Был принят со всеми торговать и дружить. Сейчас США хотят замкнуть цепочки высокотехнологичных производств внутри своей страны, чтобы понизить зависимость от них. Ну, с этим категорически согласен. В августе, например, они выдали 200-280 миллиардов на развитие полупротива в стране. Штаты, как ведущий держа, нравятся это кому-то или нет. Всегда задавали мировые тренды, как тот же Apple сделал Минобар. Минобровь обязательно. Ну, ты, конечно, сузил. На самом деле, все проще. На самом деле, мировая финансовая система просто замкнута на США. Поэтому есть деньги, есть технологии. Есть технологии, есть доминирование и так далее. И мне кажется, все идет, если не к изоляции, то к некой постепенной фрагментации деглобализации экономики. Например, США, у под которых подходит другие страны. Тогда, с глобализацией, она чем, чем у нее огромный минус, это то, что тебе в рамках этой глобализации, как большому кегемону, который прошел все свои многочисленные стадии, приходится кормить каких-то, как это сказать, спиногрызов. Ну, короче, тех, кто никто не создает ничего. Причем, тебе надо прийти к этим людям, так скажем, в кавычках, типа их окультурить, давай ты будешь зубки чистить, давай ты будешь, не знаю, кушать. Не людей, а сначала бананы, ну или хотя бы поменьше людей. Умываться. То есть, надо инвестировать в страны, ну как это вам, полегче так сказать, внизу карты, да, вот есть карта, тех, кто ниже, чем ниже карта, тем больше их надо в них инвестировать, вкладывать, чтобы в рамках глобального мира получить какую-то единую культуру, с которой можно работать. Но это чьи деньги-то надо тратить? Надо тратить деньги налогоплательщиков в нормальных, развитых, ну или хотя бы полуразвитых государствах. Поэтому всегда, когда кто-то хочет что-то предложить, какую-то идею, надо всегда задавать лишь один вопрос, за чей счет? Глобализация, окей, за чей счет? За счет развитых стран. Хорошо, коммунизм строим, коммунизм за чей счет? Или там, великий, великую империю, за чей счет? За счет налогоплательщиков. Понимаете, есть рыночный механизм, единый рыночный механизм, а есть все остальное. Так как США была самая приближенная к рыночному механизму цивилизация, ну, к сожалению или к счастью, они получаются самые развитые в этом плане. Так, когда речь идет о настолько масштабном государстве, к целях любые частные интересы будут пущены под нож. Экономические показатели типа импорта и экспорта станут вторичными. Надеюсь, тебе не надоест читать этот счет пост, а у меня сама голова закружилась, пока я все писал. Ну, согласен, после 25 лет уже встала, если в глазах не потемнело. Бинго. Ну, наверное, да, согласен. Здарова, шеф, сорян, знаю ли ты сейчас не смотришь. Очень интересный итоги 4 часа. Да, и слушай, я посмотрел, там реально зажим на 4 часах, очень интересный. В том плане, что, ну, все три касания соблюдены, все, в принципе, good, плюс паттерна коробка, по идее, да. Ну, единственное соотношение, наверное, конечно, тут не очень, вот если стекущих брать, вот так, да. Стоп-сахай. Ну, куда тут можно придумать в 3? Я бы сюда, ну, тут 1,38. Сюда вот тянуть, ну, 1,9 уже нормально. Ну, вот если только вот так вот. Блин, получилось бы за хай взять, это вообще бы было good, а так вот. Такая вот штукенция. Ну-ка, там, часовик. Ну, можно вот так вот сделать. Можно вот так вот сделать-то, да. И уже 2,2 нормально. Можно и пораньше оттейкать. Как-то вот так вот. Ну, нормально, кстати. Склашусь. То есть, стадия разгона соблюдена. Один, а, хотя, стой. Стадия разгона. Не такая, что-то и большая стадия разгона. Блин, где у нас канал-то, ёпт, да и сэгребать кому. Так, блин, что такое? Ну, вообще, да, один к двум, просто, кстати, разгон, так мне не очень нравится. По идее, надо вот так вот считать. Хай, вот здесь. Ну, не очень хорошая стадия разгона. Она должна быть один к одному. Но еле-еле вписывается. Поэтому такое. Вроде как, да. Так, гоу, один к лайков и сходку подшипников. Круто, ты мой разбираешь, у кого научился. Жизнь научил, рынок заставил. Ты услышал новости про Китай. На самом деле, всем похер на этих застройщиках. Проблем в Китае совсем другой плоскости. Ну, если ты не следил за новостями, точнее, ну, а как ты где-то что прочитал? Ты проблем в Китае совсем другой плоскости где услышал? В 21-м году насчет застройщиков, я забыл, как эти называют застройщики. Там две компании. Почитай, как они очень тесно связаны были с Тезером. Тебе станет все ясно, почему, типа, а, типа, похер на этих застройщиков. Да не похер, там... Очень серьезные проблемы у Тезера могли начаться. Вот, проблема Китая совсем другой плоскости. Да там одна большая проблема с этим Китаем. А прикиньте, Сатоши Накамото, это Мавроди. Ну, кстати, два человека, вот, Сатоши Накамото и Мавроди, они исполняли одну миссию. Это сделать частные деньги. Но Мавроди просто упешься, как баран. Подкрепленный позитивным опытом 2011 года. Ну, в смысле позитивным в том, что удалось такую глобальную структуру создать. Он продолжал, там, МММ-2011 и так далее, выпускать в рамках централизованной системы. Ну, он, якобы говорил, у нас децентрализованная система, там мы работаем с счетами клиентов. Децентрализованная система, в общем, он хотел создать структуру через безедины, стихийно, без единой бухгалтерской книги. Все-таки биткоин это единая бухгалтерская книга. И смотрите, ну, вот если так сравнивать Мавроди и Сатоши Накамото, как раз-таки все ошибки, которые совершил Мавроди, это централизованная система, это единый лидер. Все эти ошибки не сделал Сатоши Накамото, вообще отсловался всем. Он удалился как лидер от этого всего, он зарестервировался в миллион биткоинов, он их не, не, как это сказать, не перемещает. И люди это видят, что можно очень легко отсловить перемещение денег внутри, одноранговых денег, как биткоин, внутри системы. И это единая бухгалтерская книга, которую везде видят. А Мавроди он хранил там, сколько там, 13 камазов в своей квартире, а вот кто знает, куда он их перемещает, куда они... Ну, понятно, что, скорее всего, он никуда не перемещал, он действительно верил в свою идею, но все-таки обычный человек не может прозрачно на это посмотреть. Вот. И он себя не удалил из этой структуры. Ну вот его посадили, все. МММ закончено. Вот, ну, вот это там, в 90-х годах. Его могли посадить второй раз в 2011-м, там, МММ был второй раз закончен. Ну, короче, с привязкой к личности. Вот Сатоши Накамото, да какая разница уже, Мавроди это там, этот китайцы, или японцы, или это Илон Маск. Вообще, неважно, он удалил себя из этого алгоритма, и на него не могут повлиять. Если у Илона Маска посадят, с биткоином ничего не будет. Если посадят этого дурачка, который себя за Накамото выдает, тоже ничего не изменится. Вообще ничего не изменится. Какая разница? Хочешь подтвердить, что ты Сатоши Накамото, ну ты двинь битки. Ну, один вот из этого миллиона битков, двинь хотя бы один биточек, и все. А он там бегает. Ты забыл, как этого черта зовут, который бегает и говорит, что это он настоящий Сатоши. Поэтому так вот. Биткоин, идеальная система, идеальнейшая. В плане одноранговых денег, система number one на Руси. Так, зря угораешь насчет Нигерии, там обкатывают систему перехода на CBDC, тестовый полигон. Но у них там пока ничего не вышло. Все, перешли на тезер. Да эти темы, блин, прочитайте новости Индии 2017-18 год. Все один в один, тоже там запрещали, запрещали. Что-то с наличкой там какая-то беда была. Биткоин тоже рос, биткоин в Индии стоил на 20% дороже, чем везде по рынку. Да короче, если бы тестовым полигоном была Кремниевая долина, это одно. А когда там ты говоришь, если в Нигерии переходит на CBDC, значит перейдет весь мир. Ну, смешно. Тем более Китай первому, кто сказал, что мы выпустим свои CBDC. И ничего не выпустил. Как он в 2021 году сказал, что через полгода мы выпускаем. Все, уже до сих пор он выпускает. Никак выпустить не могут. Перезагрузка финансирования. Господи, у нас сегодня прям консилиум, как будто с мужиками за пивком в бане сидим. И обсуждаем госдолг в США. Перезагрузка финсистем, все долги старой валюты уходят. Нелегальные доходы обновляются. Вводим цифровые деньги и вуаля. Все долги старой валюты уходят. То есть, я так правильно понял. Я набираю кучу долгов. Мы переходим на все на цифровую рубль. И я всем пацанам, которым взял в долг, я говорю, ребята, а я брал в старых рублях. А сейчас у меня новые цифровые, что вы от меня хотите. Я правильно понял? Ты посмотри, сколько долга страны. Да ладно, да какое страны. Физические лица взяли в России 25 миллиардов рублей, что ли, у нас. Или сколько там? 27 триллионов рублей. Вот ты что скажешь, типа 27 триллионов рублей и на занимали бабок? И скажешь, все тю-тю или что, я не понимаю. Что такое перезагрузку? Вот вы когда пишете, перезагрузка финансовой системы. Обнулинь. Ну как это все? Есть такой прецедент, и его не было. Так, на Даши, Дашульни, Дашульки, перевернутый гиб. Хоть я художник так вижу. Да я не торгую, я не буду смотреть. Даш, сорян. Что-то глобальное, я уже показывал много раз. Скоро в месте населения производства, используя тешевой силой, на Индию упадет. Ну, да, но там плохая база производственная. Ну, в общем и в целом, Индия отжирает свой кусок. Кто кого провоцирует? Если нефть ниже нуля, то ты мог ее купить бесплатно, в тебе еще заплатили? Блядь, ты уже пятый, наверное, раз меня спрашиваешь. Да, если у тебя был огромный танкер, там куча танкеров, стояли с нефтью. Танкерам надо работать, надо продлевать им аренду танкера. Вот, а нефть в них лежит. А в нефтехранилищах на тот час, на тот момент были полностью заполнены. И у тебя вариант либо платить за танкер, чтобы он стоял просто в море, а там реально куча танкеров просто стояли. Либо везти там в Азию с небольшой наценкой, но опять же это расходы, пока танкер едет и так далее. По сути, если у тебя был свободный танкер или два в том месте, где это все тогда происходило, я сейчас не помню точно. И ты бы нафармил бабла, чтобы тебе там эту нефть перенесли на твой танкер, разгрузили, то да, по сути, тебе по сути платят деньги за то, что сокращаешь издержки на хранение этой нефти, забирай себе эту нефть. Ну, у тебя потом у самого проблема, куда это продать нефть. По сути, да, так и было. Так, короче, мужички, мужчинки, честно сказать, ждем. Зачетвертого, когда приходит Трамп, ну, вряд ли, я думаю, что уже он пойдет. Да и тем более эти старперы задолбали уже. Им надо по докторам ходить, там свою увеличенную простату, что-то делать, а они все в политику бегут. В США не может телевизионериться, господи, тот чел прав. В США получает много ресурсов по импорту, а экспорт отправляет много товаров. Но торговый баланс США глубоко в минусе. Это значит, что они бумагу покупают, что хотят, у кого хотят энергоресурсов, у них достаточно для себя. Но без дешманское сырье у них экономика не сможет работать, как раньше. Ты хочешь, чтобы я с тобой согласился? Ладно, я согласен. Почти дешманское сырье. Вон Трамп одним небольшим договором, сговором просто решил судьбу цены нефти. Нефть там минусовая, не без саудитов, конечно, не без участия саудитов. Затарили нефтехранилища, а сейчас их, этот багин, блин, используют. Ладно, тяжелая, конечно. Провокация, это ложный пробой, можно понятными терминами. Да, вот, например, сейчас, если будет на Доге вот что-то такое, это будет провокация. То есть, по сути, норма зажима выполнена. Она вот здесь вот, откуда зажим стартует. Сюда приходит цена и часто отбивается. Ну, на растущих трендах так случается. Ну, может случиться вот так вот, что сюда придет. Потом еще что-то такое будет рисовать, тут уже там другой зажим будет. Вот, это уже будет, если он выходит выше своего диапазона, значит зажим, ну, все разворотный. Это сложно определить, провокационный или разворотный будет. Лучше всегда на стадии провокации фиксировать там от 50 до 80% своей прибыли. Вот, это единственное, как себя обезопасить. А 20%, ну, с учетом того, что если цена упадет очень хорошо, вы заработаете еще больше, чем на провокации сняли. То есть, с тех 20% вы заработаете примерно столько же, сколько вы 80% сделки зафиксировали здесь. Ну, как-то так. Ладно, лайки, подписчики, колокольчики. Блин, опять у нас подкаст на 25 минут хотел на 10 минут записать. Ну, ладно, все, лайки. Подписчики, колокольчики. Нажимаем, нажимаем, прожимаем. До пребудет с вами прибыль. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok